Так, ну мы позанимаемся еще немножко крайними точками. Собственно, у нас сегодняшняя лекция следующая и все. А на следующий человек будет другим. Теперь, я не знаю, надо было раньше рассказать, и, возможно, вы знаете, скорее всего, что в конечномерном пространстве прототип теоремы Украины был немножко другой. Ну хорошо, имеется выпуклое компактное множество. Там тоже любая его точка, есть линейная комбинация крайних точек. Сколько достаточно взять? n плюс 1, да. Просто n плюс 1 крайняя точка. Вот такой типичный пример, да, если взять точку вот здесь, вот x, да, а это e1, e2, e3, то существует такая выпуклая комбинация, значит, что x называется альфа, альфа, e1 плюс бета, e2 плюс гамма, e3. Ну и альфа плюс бета плюс гамма равно единице, все неотрицательные. Вот. Ну теперь давайте вот так вот это воспримем, посадим вот в эти вот крайние точки нашего треугольника, который вот нарисован меру, у которой нагрузка в точке e1 равна альфа, нагрузка в точке e2 равна бета, нагрузка в точке e2 равна гамма. Вот. Значит, вот массы такие, посадим, да, тогда x вот что такое? Церковь тяжести, да? Церковь тяжести, да? Церковь тяжести – это масса, значит, барицентр еще иногда называют. Вот. Ну, в общем, барицентр меры, правильно? Барицентр меры, значит, вот если есть мера на крайних точках какая-то, то, значит, вот здесь вот, в этой ситуации, то у нее есть церковь тяжести, он вот так вот вычисляется. Вот. Ну вот, давайте попытаемся, что такое сделать в общей ситуации. Вот. Во-первых, что такое церковь тяжести? Значит, вот имеется некое компактное выпуклое множество. В холстдорфовом локально выпуклое пространство x и имеется какая-то вероятность на меры на k. Ну, считаем, что баррельевская, ну и регулярная, наверное, хотя это, да, регулярная баррельевская мера. Регулярность нам сейчас не очень понадобится, неважно. Вот. Ну, то есть положительная общая масса равна единице. Значит, нас, в общем, про нее надо думать, что есть свойственная быстрее оточена не на всем k, а на каком-то множестве поменьше. Вот. Желательно на крайних точках, но не всегда это получается. Вот. Потому что крайние точки вообще могут образовывать не баррельевская подножность в некоторых случаях, и там интересно. Настолько? Настолько все плохо. Настолько все плохо. Да, но вы понимаете, чтобы так было плохо, нужно, конечно, залезть куда-нибудь там. Если тут все метризуемо, тогда это баррельевская множество, неважно, хорошо. Ведь компакт в локальном пространстве, значит, поэтому с какой стати он там будет метризуемым, это не очень, да. Вот. Ну вот, и что такое тогда ее цена тяжести, значит, ну, понятно, что вот мы берем точку, пишем что-то в таком роде, значит, вот, значит, интеграл по k, сейчас напишу какую-то такую ерунду, x dμ от x, значит, а x у нас пробегает k. Вот такой векторный интеграл, да, но если я интегрирую векторную функцию, тождественное отображение, значит, то я получаю вектор, по-видимому, да, и вот этот вектор рисионь тяжести, вот тот пример, который я рисовал, то так и есть, значит, я интегрирую, что там по этой мере получается на тяжести. Но с вектором интегрирования мы с вами не очень знакомы. То есть некоторые знакомы, но не все, значит, да? А может, все, я не знаю. Неважно, так или иначе в этом курсе не было. Поэтому пишут не так, а вот говорят следующее, что, значит, вот это вот, так сказать, руководящая идея, что такое цена тяжести. А вообще, значит, точка Y называется, значит, ИСК, называется центром тяжести. Меры, мю. Если вот что, F от Y, сейчас скажу, что такое, равняется интегралу по K, F от X, D мю от X, для всякого линейного непрерывного функционала. На X. Вот так вот. То есть в слабом смысле это понимают. Вот это равенство понимают в слабом смысле. Вот. Ну, а теперь про линейные функционалы. Значит, выпуклость понятие вещественное, да? Поэтому давайте, если там была комплексная структура где-то, давайте про нее мы забудем. Вот. И рассматриваем только функционалы вещественные. Ну, то есть вот, ну, понятно, значит. Только вещественные линейные функционалы. То есть не только их больше вообще, чем комплексно-линейных. Только это неправильный термин. Ну, в общем, считаем, что все функционалы вещественные линейные. Тем самым и вещественные. То есть, в общем, вещественные части комплексно-линейных функционалов. Как-то вот так вот. Вот. Но когда это определяют, то можно и комплексно-линейные писать, если там есть комплексно-линейные, то все равно то же самое будет. Вот. Так первая теорема состоит в том, что у каждой меры есть единственная цена тяжести. Единственная цена. Понятно, да. Значит. Ну и более того, значит, каждая мера обладает единственным центром тяжести. И вот это вот отображение, которое имели и мюс, поставляют ее центром тяжести. Оно непрерывно. В каком смысле непрерывно? Но какая-то пология там, в каком смысле должны сходиться вот эти штуки, это понятно. А вот здесь вот меры, в каком смысле должны сходиться. Ну, понятно, значит, слабо. Значит, отображение непрерывно, если пространство мер назовено топологией вот такой вот сигма от М от К, С от К. Собственно, другое там трудно мыслить. Значит, меры же это функционалы на пространстве всех непрерывных функций на К, да? Вот. Ну вот, значит, сходимость. Мера – это просто сходимость на любой непрерывной функции на К. В частности, сходимость на каждом функционале. Вот. Ну, хорошо. Теперь, значит, как доказывать? Опять же, уже было замечено, что единственность понятна. Потому что, если два центра тяжести, то для них верна вот такая формула любого функционала. Правая часть в ней одинаковая, не зависит от того, какая там точка у, да? Ну, значит, левая всегда одинаковая. Ну, а если две точки разные, они разделяются какими-то функционалами по этому, вещественным как раз. Поэтому единственность понятна. Теперь, если существа не доказывают, непрерывность тоже понятна. Да, по-различному, значит, да, профессиональный мер такой, значит, а вот, что касается К, там, как, значит, там ведь тоже надо слабую топологию взять. К наделяется топологией сигма от х штрих. Вот так вот. Хотя, подождите, нет, наверное, сейчас, 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 сейчас. Нет, не надо ничего. Можно свою собственную, потому что компактность там. Это я слишком, значит, погорячился. Не надо. Вот. Теперь, почему, если существует доказательство, непрерывность тоже понятна. Ну, вот, пускай, значит, мю альфа – это какая-то, какая-то вообщенная последовательность. Последовательность мер вероятностных, вот, как там, значит, и, значит, Игрек альфа и их центр тяжести. Вот, пусть они все существуют. Вот, ну, значит, что же, вот и пускай мю-альфа стремится в какой-то мере мю вот этой самой топологии, да, тогда вот берем какой-то функционал f из х-штрих, вот, и пусть в этой самой мере мю тоже цена в тяжести есть, значит, y – это цена в тяжести мере мю, вот. Но берем какой-то функционал х-штрих, из х-штрих, значит, тогда f от y равняется интегралу по x f от x д мю от x, значит, вот. Вот, ну, а это есть предел по альфа интегралу по x f от x д мю x альфа. Пока, да, пока. Но это все равно, потому что, да, пока, потому что, значит, тут на самом деле она накажет себя точно, поэтому. Вот так вот, да. Вот, ну, потому что здесь стоит непрерывная функция на k, значит, на всех непрерывных функций сходимость есть. Вот, то есть это равно пределу по альфа f от y к альфа. Вот, ну, это значит, что y альфа сходится к y, к этому самому, вот в этой самой слабой топологии, сигма от x д мюк. Так вот, вот, но с другой стороны мы находимся в компактном множестве, да, поэтому у этих самых y альфа есть поднаправление, сходящееся вот в исходной топологии компакта К куда-нибудь, вот. Это поднаправление непременно сходится к тому же самому y, потому что слабо-то он туда сходится, значит, куда же ему деваться, никуда он больше сойтись не может. Ну, и так будет для любого поднаправления, которое сходится, да. Ну, а все сходящиеся поднаправления сходятся к одному и тому же, значит, тогда оно просто само сходится. Еще раз, последнее, понятно. Ну, если бы оно не сходило в сильной топологии, да, нашлась бы окрестность, в которой, значит, в любом хвосте этого направления, такая, что любой хвост поднаправления не пересекается с ней, да. Значит, вот возникнет поднаправление, которое отделено, да? Возьмем ее в предельную точку, значит, она должна совпасть у, ну а как же, значит, тогда? Так что из компакта следует, что тут можно исходную топологию взять и все. Да, и просто, значит, даже и так, даже и так, вот, собственно, я зря последнее. Значит, вот давайте так скажем, что вот есть в К исходной топологии, она компактна, вот, и есть слабая топология. Отображение также действия из исходной топологии в слабую и непрерывную, да? Разумеется, раз она непрерывная, значит, это гомеоморфизм, собственно, я так доказал. Вот поэтому, так что, значит, вот так, 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 так еще и лучше будет. Так, вот хорошо, значит, вот, значит, существование доказывает, почему у каждой меры есть барицентр. Почему у каждой меры есть барицентр? Ну, чтобы интеграл все время не писать, мне их придется много писать, давайте для краткости, вот пока в этом доказательстве, и, может, в каком-нибудь еще вот эту вот штуку. Этот вот интеграл обозначим через мю от f. А f здесь – это функционал на х. Так сказать, значение меры мю на функционале. Ну, понятно, что вот оно, вот так вот и должно быть. Вот, да. Вот, если взяли полукой эмбинацию мер, то у нас барицентр что-то взялся полукой эмбинации? Да, разумеется, но подожди, вот, там линейно все. Вот, значит, вот так. Да, и, значит, что же, вот давайте рассмотрим такое множество. Ваш с значком f – это гиперплоскость. Это множество тех х, для которых f от х равняется мю от f. Вот, ну, так, в принципе, что это функционал, значит, число, это функционал, значит, это гиперплоскость, значит, такие х и точно есть. Вот, мне бы надо, чтобы такой х нашелся в k, во-первых, да, и чтобы он был один и тот же для всех вообще функционалов, да. Значит, мне нужно следующее, что вот, что пересечение hf по всем f из х' значит, еще и с х, вот так вот, с k. Что пересечение таких вот множеств не пусто. Вот, значит, вот все множества, которые в квадратных скобках тут написаны, они, разумеется, компактны, потому что гиперплоскость замкнута, так, а когда я с k пересеку, они стали компактны. Вот, поэтому достаточно доказать, достаточно доказать следующее, что любое конечное пересечение не пусто. Это вот пересечение такое вот по j единице до n, hfj пересеченное с x не пусто. Ну, потому что центрированное семейство компактных множеств, значит, если любое конечное пересечение не пусто, значит, и пересечение всех не пусто, значит, вот из компактности. Просто определение компактности в этом и состоит. Значит, давайте возьмем такие функционалы в конечном числе. И все вещественные считаются. Если пространство комплекса написать вещественную часть, как-то вот так. И устроим такое отображение t из x в rn. Вот просто t от x – это такой вот вектор. f1 от x и так далее. fn от x. Ну и тут еще возникает такая точка, значит, а, которая равна мюл от f1 и так далее. Мюл от fn. Вот. Такой вот еще вектор vrn. И что он может доказать? Нам надо доказать, что t от… Да, почему же x-то, простите, это все k. k. Надо доказать, что t от k содержит a. Вот, что мы хотим доказать. Это вот есть непустота. Вот. Ну, так, t от k – это что же такое? Это компактное выпуклое множество vrn, правильно? Потому что тут все было компактно, значит, t от k – это компактное выпуклое множество vrn. vrn, и предположим, что оно не содержит a. vrn, то их можно разделить функционалом. Ну, а функционал, наверное, что это такое? Тоже n-вектори, да, значит, существуют такие числа. Существует точка c равняется c1 и так далее. cn входит vrn. Вот. Причем здесь строгое разделение, компактное множество не содержит точку. Значит, такая, что вот скалярное произведение c на a строго больше, чем супремом c на tx по всем x из k. На самом деле тут максимум, а не супремом, потому что все непрерывно кругом. Значит, вот, если можно разделить, то будет вот так. Значит, ну и теперь, вот давайте возьмем линейную комбинацию функционалов fn с этими самыми коэффициентами c1 и так далее, cn. Значит, вот пускай g – это c1 f1 плюс и так далее, плюс cn fn – это некоторый функционал на x. Правильно. Вот. И что здесь написано? Это вот здесь стоит вот такая линейная комбинация, да, вот этих самых чисел. Значит, здесь стоит интеграл по k g от x d мю от x. Так, вот, и написано, что это больше супремома по x из k. А от чего же, значит, ну вот, сумма по y от 1 до n, cj fj от x, то есть просто супремом по x из k g от x. Так, ну и вот, как вам это неравенство? Мера вероятностная, да? Мера вероятностная, поэтому никак не, так сказать, с неравенства она играла. Не в ту сторону. Значит, все. Значит, в самом деле ценность всего существует. Ну, в принципе, конечно, так, хорошая теорема, но хорошая и правильная, то есть так и надо формулировать, но это не совсем то, к чему мы стремимся, потому что что-то интересно. Вот, как в примере, который рисовал с треугольником, да, значит, интересно представить любую точку, меры сосредоточены на малом множестве, на крайних точках, где-то там, да. А здесь пока мера сосредоточена на всем k, возможно, то есть мы не знаем, не сосредоточена ли на каком-то множестве поменьше. И мы просто доказали, что у нее обязательно есть барийцентр. Понимаете, скажем, если мы берем точку множества k, то найти меру на k, у которой точка есть в барийцентре, это очень просто. Значит, дельта мера сосредоточена в этой самой точке, правильно? Это будет ее барийцентр. Вот, это неинтересно, значит. А что ж тут интересно? А интересно то, что значит. Значит, вот такая теорема. Так. Пусть, опять же, k – это компактное выпуклое множество в локально выпуклом пространстве x. И пусть e – это замкнутое подмножество в k, такое, что замкнутая выпукла оболочка этого слова множество e, совпадает с k. Тогда для всякой точки x из k, или y лучше, существует мера мю на e, вероятностная. Вероятностная, значит, регулярная барийцентрическая. С общей массой единицы, неотрицательная, значит, барийцентрическая. Вот такая вот. Такая, что значит, y есть с антреальной тяжести для мю. Ну, или иначе еще так называют, что y, что мера мю, вот так еще говорят, что мю представляют точку y. Ну, значит, в каком-то смысле это сам y, если интеграл от точек x по этой мере мю на k, значит, ну, в слабом смысле, только на каждом функционале. Это раминство верно, значит, там в сильном, не будем обсуждать пока, значит, в слабом смысле это будет вот так. Значит, тем самым вот любую точку можно представить мерой стрелочной на e. Теперь мы знаем, что вот такое e обязательно должно содержать все крайние точки множества k, да. Значит, тут так дело обстоит, множество крайних точек может быть незамкнутым. Бывает. Точно не нужно не содержать. Что? Точно не нужно не содержать. Обратный термокриномиль мы доказывали. Вот, что если есть компактное множество и есть его замкнутое подможественным свойствам, тогда все крайние точки содержатся в этом самом деле. Вот. Вот. Значит, крайние точки сами при себе замкнутое множество не образуют, но самое маленькое замкнутое множество, которое ультворяет всем этим условием, это замыкание множества крайних точек. Так? Значит, любую точку компакта k можно представить мерой заданное замыкание множества крайних точек. Вот. Это еще не вся правда, которая тут есть, потому что, значит, в общем, по крайней мере, метризуемый случай, можно от замыкания уйти, значит, можно просто на крайних точках. Но это мы не будем этим заниматься. Значит, это уже не крайний мильман, это шаке. Вот. И гораздо позже, 60-е годы. Вот. Не будем заниматься, уж времени нет. Так, это не слишком сложно. Ну, все, ну, нам хватит вот такого варианта. Значит, вот так. Ну, хорошо, давайте, значит, вот что мы сделаем. Возьмем какое-нибудь конечное подможество в множестве е. Скажу, вот, х1 и так далее. xn содержится в е. И на этом множестве посадят вероятную сную меру. Просто, значит, α1 и так далее. α и некоторые нетрицательные числа. Сумма суммы равна единице. Вот. Альфа n, дельта, xn. Вот такая вот вероятность на меру. Просто, значит, в каждую точку я сажаю некую точечную нагрузку. Значит, так, что сумма, общая сумма масс равна единице. Вот, получилась вероятность на меру, да? Какой у нее барит центр? Какой у нее центр тяжести? Сумма альфа единице с единице. Конечно, значит, единица на тяжести просто выпукла комбинация, правильно? Значит, цен тяжести меры мю – это, значит, α1, x1 плюс и так далее, плюс αn, xn. Ну, еще бы было иначе, да? Тот самый конечномерный пример, с которого мы начали, да? Вот. Хорошо. А теперь, значит, любая точка компакта К есть предел таких вот выпуклых комбинаций. Значит, пускай у лежит в К, значит, существует выпуклая, обобщенная последовательность. Игрек со значком альфа выпуклых комбинаций точек из Е, такая, что игрек альфа стремится к х. Вот. Взяли такую последовательность комбинаций. Да, каждая точка игрек альфа есть в бриценте вот той самой меры, построенной по этой комбинации, да? Значит, вот, значит, игрек альфа, точки игрек альфа сопоставляем… Игрек альфа стремится к игреку, да? К игреку, да, конечно, к игреку. Точка игрек альфа сопоставляем меру мю альфа. Мю альфа – это вот, значит, ну, понятно как, вот таким же самым образом. Вот. Игрек альфа – это выпуклая комбинация каких-то точек, значит, вот мы берем точные нагрузки в этих точках с коэффициентом и выпуклой комбинацией, значит, описанным способом. Значит, тогда игрек альфа – это ценность тяжести меры мю альфа. Ну, а теперь мю альфа – это что же, это вероятностные меры на е, да? Давайте заставим их слабо сходиться. Существует обобщенная подпоследовательность мю бета, обобщенной подпоследовательности мю альфа такая, что мю бета сходит с какой-то мере мю, значит, на е. В слабой топологии сигма от м от е, значит, с от е. Ну, почему? Потому что, вот, значит, это все вероятностные меры, значит, лежат они все в единичном шаре этого самого сопряженного пространства с от е. Вот, этот единичный шар в этой топологии компактен. Так, значит, вот если есть обобщенная подпоследовательность, я могу сказать, подайте мне у нее сходящуюся подпоследовательность. Вот взяли эту подпоследовательность, но и в силу того, что ценность тяжести – это функция непрерывная от меры, да, получится, что, в общем, у мю как раз ценность тяжести равен у. Потому что их ценность тяжести все равно сходится к у. Куда же им деваться? Значит, у мю ценность тяжести у. Так, хорошо. Ладно. Ну вот, ну и тут хочется, после того, как мы это все сделали, какое-то применение выписать. Так. Спискурс мы слушали все-таки не все из вас, да, как я понимаю? Нет, вы не слушали, да? Ага. Значит, и вы тоже были не всегда. Да, хорошо. Значит, вот я… Давайте мы теорему Бохнера, значит, рассмотрим. Что? Я была на электронном интегрировании. Ага. Ну, понятно, да. Значит, вот теорему Бохнера, значит, давайте рассмотрим. Я буду рассказывать так, как будто вот вы не слышали меня, значит. Там другое доказательство, значит. Хорошо, значит, вот для всех, так сказать, да. Вот возьмем меру какую-нибудь на окружности. И пусть она не отрицательна. Вот. И создадим все вопросом, как описать… На окружности? Да, на окружности, да. Как описать последовательности коэффициента Фурье таких мер. Так, ну, коэффициент Фурье меры – это… Мы знаем, что такое. Значит, если я пересаживаю все это на отрезок от минус Пи до Пи, то получается вот такая вот вещь, но только тут на аккуратно, потому что там может быть нагрузка в точке Пи, значит, и надо куда там правильно распределить. Ну, в какую-нибудь из них надо, значит, ее поставить. Нагрузка в точке 1, может быть, или там минус 1, не пойму. Минус 1, да, значит, вот. И надо поставить какую-то из этих точек, тогда вот так вот. Вот коэффициенты Фурье такие. Значит, имеется последовательность N, пока это N и Z. Как узнать, существует ли положительная мера? На T такая, что Cn равняется минус крышкой от N. Нет, ну, никак это понятно, но тем не менее, значит, тут некий интригиальный ответ есть, и стоит он в том, что, значит, вот тут просматриваются некое условие, значит, а именно, вот, необходимо. Что последовательность Cn положительно определена была. Вот. А что это означает? Что? Верно неотрицательно. Неотрицательно, да, я сказал, что. Это важно, наверное. Да. Вот. Это означает, что... Что вот такие вот штуки всегда неотрицательны, значит, значит, если ксиот, то комплексные числа. Вот берем конечный набор комплексных чисел, значит, любой длины, составляем такую сумму, значит, она должна быть неотрицательна. Такая квадратичная форма должна быть положительно определена. Вот. Ну, почему это необходимые условия? Ну, давайте посмотрим. Вот у нас написаны коэффициенты Фурье. Пускай вот есть такие коэффициенты Фурье, значит, вот, сумма минус крышкой от К минус Йод кси К, кси Йод с чертой. Сумма конечная, они будут писать по каким индексам. Вот. Это есть единица поделить на 2Пи, интеграл от минус Пи до Пи. Е в степени минус И К минус Йод тета кси К, кси Йод с чертой, датета, вот, ну и дальше пройдем уже на 3-доскет. Можно стереть уже. Сумма, конечно, да, значит, сумма демио от тета, значит, демио от тета, вот, и сумма я пропустил. Вот так вот. Про те индексы, по которым надо суммировать, я их не пишу. Вот. Ну, а тут это вот равно Е в степени минус К тета на Е в степени Йод тета, да? То есть все это вместе, вот, то, что стоит под интегралом, вот это вот, скажем, пусть это будет А, это число, значит, А равняется сумме по всем К и Йод, значит, кси К Е в степени минус И К тета на, значит, К Йод на кси Йод Е в степени минус И Йод тета с чертой, да, вот так вот, потому что здесь вот Йод идет с плюсом, значит, если ставлю черту, будет еще раз минус, вот, ну, а это что же? Это квадрат модуля, так, квадрат модуля, поэтому вот неотрицательно, значит, интервиальная функция неотрицательная, значит, все кругом неотрицательно, значит, это все неотрицательно. Вот, то есть функция положительно определена. Вот, теорема Бохтнера, но это не Бохтнера, потому что Бохтнер доказал то же самое про вещественную ось, значит, я не помню, тоже какой-то великий, значит, но забыл кто, значит, теорема состоит в том, что я даю только тогда. Положительные меры, тогда трех дактов и последствия положительно определена. Так, ну хорошо, давайте сейчас перерыв, потом продолжим. Значит, я на спецкурсе такую теорему формулировал для произвольно-локально-компактной группы, доказывал неким образом, но сейчас будет другое доказательство, не то. Вот, и, разумеется, все это тоже проходит для любой локально-компактной Абельевой группы, значит, ну мы в случае Р, наверное, в случае прямой Р, наверное, разберем еще, так, по крайней мере, конспективную, а вот давайте сосредоточим это в случае окружности, значит, потому что тут проще всего, значит, меньше всего дополнительных вещей объяснять. Вот, я хочу сказать, что это вот как раз теорема о представлении, значит, точки мерой. Значит, вот надо применить вот саму теорему, которую я только что стер, о том, что любая точка некого компакта представляется мерой. Вот, значит, ну вот давайте сформулирую сейчас некую общую теорему, потом мы ее применим к этой ситуации и потом ее докажем. Значит, общая теорема такая, вот пусть имеется некая банка валгебра, а с единицей. Вот, и предположим, что у вас одна революция. Ну, что такое эволюция, вы знаете, да, значит, это антилинейное отображение, вот, и квадрат его равен ему самому, значит, значит, альфа х плюс бета у со звездочкой равняется альфа чертой х плюс со звездочкой плюс бета чертой у со звездочкой, вот, и, значит, х две звездочки равняется х. Мы с вами немножко этим занимались, значит, вот, в части проверяли, что единица при эволюции обязательно остается на месте, вот, ну и так далее. Вообще, а будет коммутативной. Считаем, что а коммутативна. Теперь, вот, теперь какие вы знаете алгебры с эволюцией? Ну, вот, есть пространство, есть алгебра С на К, значит, этих самых непрерывных функций на компакте К. А, вот, и там эволюция – это комплексное сопряжение просто-напросто, да? Вот, еще у нас была алгебра, которую, вот, я не помню, как мы его изначали, А от Т. Это, значит, алгебра всех абсолютно сходящих средов Фурье. Фурье, значит, вот. — Таким образом, что эта звездочка умножения сохраняла тоже, да? — Ну да, конечно, да, простите, значит, забыл самое-то главное. Вот, пишут вот так вот, имея в виду некоммутативный случай тоже, значит, но у нас все коммутативно, поэтому будет все равно. Конечно. Вот, алгебра всех абсолютно сходящих средов Фурье, значит, вот функция F на окружности лежит в А от Т, значит, если сумма ее модулей и коэффициентов Фурье меньше бесконечности, вот, и эта вот сумма модулей и коэффициентов Фурье принимается там за норму, значит, Ну, а инволюция тоже комплексное сопряжение. Ну, и про алгебры мы все знаем, помните, значит, там мы вычисляли пространство Гельфанда у нее, значит, окружность, вот, и так далее. Хорошо. Значит, так вот, пусть имеется алгебра с инволюцией, значит, про эту инволюцию, в принципе, не предполагается даже, что она непрерывна. Вот, я, честно говоря, не знаю, то есть я так полагаю, что, по-видимому, есть какие-то экзотические примеры инволюции, которые разрывны, вот, а также, по-видимому, в большинстве случаев любая инволюция непрерывна, значит, там в нормальных алгебрах. Ну, неважно, хорошо, вот, давайте не задаваться этим вопросом непрерывна или нет, значит, и давайте, значит, такое-то определение. Определение. Значит, линейный функционал f на алгебре а называется положительным. Есть ли f от х со звездочкой х больше любого нуля для церкви х из а? Вот. Теперь давайте рассмотрим множество k. k – это множество положительных функционалов линейных на а, таких, что f от e равняется еще единице, вот так вот, да? Которые в единице принимают учение 1. Вот, значит, теорема такая. Значит, крайние точки множества k – это в точности линейные мультиплективные функционалы. f такие, что f от x, y равняется f от x, f от y для всяких x и y из а. Вот. Значит, в одном частном случае мы эту теорему знаем. Вот в этом. Правильно. Значит, там крайние точки единичного шара – это дельтамеры умноженные на какое-то число по модулю равное единице комплексное, да? Вот. А если дельтамера равна единице на единице, тогда это комплексное число равно единице. Так что, ну вот, а линейные мультиплективные функционалы на ценах k – это в точности его значения в точках компакта k – больше ничего там нет. Вот. Так что в этом случае все совпадает. Все сошлось, то, что называется. Ответ сошелся. Вот. Но это верно всегда оказывается, да? Вот это верно всегда. Вот. Теперь, как применять токтереома Бохнера? Отказать стереома Бохнера. Ну, значит, вот я потом докажу. Значит, сначала доказать стереома Бохнера. Вот. Значит, в одну сторону мы уже проверили, значит, любая коэффициент у Фурии меры образует положительно определенную последовательность. Коэффициент у Фурии положительной меры образует положительно определенную последовательность. Так. Теперь вот там если мё вероятностная, то, значит, мёс-крышкой от нуля это просто единица. То есть, вот нам рассматривать бы вот такие вот последовательности, которые с ноль просто равно единица. Значит, вот это условие, по-везюмому, в каком-то роде нам нужно. Вот. Ну, так вот, у положительной определенной последовательности есть небольшой набор таких априорных свойств. Значит, вот пока мы давайте это не будем накладывать, значит, я вот хочу описывать преобразование Фурии вероятностных мер, тогда, по-видимому, это условие вылезет. Вот. Значит, вот такая лемма. Если цк это положительно определенная последовательность, то ц минус к равняется цк с чертой и значит, модуль цк не превосходит ц0, а ц0 тем самым больше нуля. Вот. Всегда вот так. Но почему, значит, тут все очень просто, значит, достаточно написать условие с квадратичной формой, в котором всего два ненуловых ненуловых числа. Вот возьмем какие-нибудь кси1, кси2, какие-нибудь комплексные числа, ненулевые. Ну, какие-нибудь комплексные числа, не важно какие, и напишем, значит, это самое условие для этих кси1 и кси2. Я считаю, что кси1 стоит на номере к, кси2 стоит на номере й, а все остальные кси равны нулю. Так. Вот такая вот последовательность, да? Значит, получится, что же, ц, ну, там будет сумма, вот должно быть так, сумма цк минус йод, там, это к, это йод с чертой, такая вот сумма. И в качестве этого я беру последовательность такую, что, значит, скажем так, р минус м, например, вот так вот, а тут и л и м. В качестве этого я беру такую последовательность, что, значит, у нее элемент с номером к равен кси1, элемент с номером йод равен кси2, остальный элемент равен нулю. Так. Значит, там какие члены получатся? Ну, во-первых, будут члены, где совпадают эти индексы, значит, равны к и йод, значит, в разном порядке. Значит, что там появится? С0 модуль кси1 в квадрате плюс С0 модуль кси2 в квадрате, да? Вот. Ну, еще два произведения таких вот. с к минус йод кси1 кси2 с чертой плюс с йод минус к кси1 кси2 с чертой. Вот. Я должен больше равен нулю. Так. Ну и тут как делаем? Значит, сначала давайте возьмем кси1 равняется кси2 равняется единице. Тогда мы видим, что число С к минус йод плюс С йод минус к вещественно. Так. Ну, потому что больше равен нуля. Правильно. Значит, да. Про ци 0 что там? А про ци 0 вот что значит. Просто если я беру последовательность, которой всего лишь один ненулевой член, тогда получается что ци 0 больше равен нуля. Так? Значит, ци 0 больше равен нуля это понятно. Вот. Значит, вещественно. Теперь, если я возьму кси1 равняется единице кси2 равняется и, что тогда я получаю? Наоборот, вот кси1 всегда, простите, пожалуйста, вот так вот. Значит, получаю, что минус ck минус j минус i, да, ck минус j плюс i cj минус k вещественная. Вот. Получаю такие вещи. Но отсюда следует, конечно, что вот такое вот, верно, для индекса равного k минус j, там льет минус k от предположения индекса, значит, вот так вот, да. Значит, вот верно. Ну, а что касается неравенства, то надо просто теперь вот эта штука, здесь стоит удвоенная вещественная часть этого числа, да, но и надо подставить что-нибудь такое, кси1, скажем, равно единице, а кси2 оставить свободным, вот, например, сделать его равным t на z, где z это число комплексное по модулю единицы. Значит, ну, и написать там дискриминант квадратичного многочлена, он должен быть отрицательным, значит, вот, ну, и, в общем, видно там, что поиграв с z, мы как раз это получим. Позвольте не проделывать. Ладно? Ну, вот, значит, вот так вот, и тем самым, тем самым, я могу считать, что вот, это выполнено, просто могу все потереть на c0, оно положительно, вот, значит, c0 равно единице, ну, и тогда все cк, тоже по модулю не больше единицы. Так? Вот. Теперь давайте посмотрим на эту саму алгебру аатте, значит, это ведь аатте, это ее представление Гельфанда. Вот. А на самом деле аатте, это представление Гельфанда, для алгебры или один маленький со сверткой. Вот. Ну, как, значит, смотрите, смесь две функции с абсолютно исходящей методом Фурье. Собственно, мы это выписывали, значит. вот есть две такие функции, оба ряда Фурье абсолютно сходятся, то есть коэффициенты айод, ибо йод лежат в пространстве или один маленькое, да. Значит, их произведение, тогда что такое-то будет? Фж от зета это сумма по йод из зет, значит, айод зета в степени йод, ну, и тут мне удобно суммировать по другому индексу, это то же самое, но просто мне надо их различать. bk значит, зета в степени k. Вот, ну, вот, чего же, давайте перемножим, все соберем вместе, значит, сумма по l, значит, зета в степени l, а что будет здесь стоять? Значит, что получилось зета в степени l, должно быть йод плюс k равно l, правильно, айод bk. Вот, так ведь, да? Они зет пробегают, так что это вот условия, таких бесконечно много, значит, пар, вот, тут все кругом сходится, потому что ряды сходятся абсолютно, значит, можно переставлять свободно, все. Вот, ну, и давайте тут сделаем замену переменных, вот, значит, скажем, йод у нас это l минус k, да? Вот, то есть это вот равно сумме по l, зета в степени l, а тут будет такая штука, сумма по k из z, а здесь будет a со значком l минус k b со значком k, вот, но вот тут видите свертку последовательности, правильно, значит, свертка последовательности, как положено, значит, вот, а звездочка b получилось, вот, индекс меняется, так, как положено, вот, но это свертка последовательности, разумеется, значит, там, вот, все это банахова алгебра, там, все это банахова алгебра, значит, там есть единица, это последовательность какая, последовательность, которая, это функция единица, значит, при сравнении герпанта, это функция единица, значит, здесь будет последовательность, вот, такая, там все нули, а на месте с номером ноль стоит единица, это вот единица нашей алгебры, сверточной, значит, вот такая вот алгебра, И там есть инволюция, потому что в алгебре А была инволюция, значит, тут тоже есть инволюция. А как эта инволюция устроена? Есть функция из алгебры А, надо над ней поставить черту. Мы здесь ставим черту, коэффициенты Фурье сопрягаются, но вместо z в степени j, получается z в степени минус j. Но этим самым инволюция устроена так, значит, инволюция так устроена. Вот так вот, значит, индекс меняется на противоположный и ставится черта. Вот такая вот инволюция, значит, и тем самым, раз в алгебре с инволюцией, там определены положительные функционалы. Кажется, такой функционал, это метель 1, значит, каждый функционал задается в последовательности за бесконечность. Вот, и вот, там все хорошо. Так, теперь вот пускай cj – это положительная определенная последовательность. И, значит, c0 пускай равно единице. Тогда все другие cj тоже не превосходят единицы. То есть последовательность за бесконечность. cj лежит в r бесконечность, ее норма равна единице. Вот, и давайте посмотрим на соответствующий функционал на L1, да. Вот пускай φ от А равняется сумма cj, аj, значит, когда j пробегает z, значит, АА – это элемент пространства L1. Вот, значит, я утверждаю, что φ – неотрицательный функционал, φ – положительный функционал. Ну, смотрим давайте, почему он положительный. То, что он положительный, как раз означает, что последовательность с j положительно определена. Давайте смотрим. Значит, вот надо вычислить φ от А со звездой А, да. Значит, ну вот А со звездой – это такая последовательность. А минус j с чертой, значит, ну, АА – это последовательность айод. Значит, свертка чему равна А со звездой? Свертку тоже надо звездочкой обозначать, да, значит, ну вот, хорошо. Это разные звездочки, одна из них эволюция, другая свертка. Это сумма по К, А с чертой минус j минус К, значит, АК. Вот такая вот вещь, значит, и здесь j меняется, j лежит в Z. Вот такая вот штука. Значит, ну и, соответственно, φ от А со звездой А. А – это сумма с чертой минус j минус К, значит, АК. Да, двойная сумма. Сумма по К, значит, здесь сумма по j, значит, А с чертой минус j минус К, АК. Вот, ну или лучше так написать сумма с, сумма по j, значит, просто здесь я минус хочу убрать. c, j, сумма по К, А с чертой минус К минус j, АК. Вот так вот, да. Вот, ну и теперь давайте мы вот ведем тут новый индекс, суммируем. Сейчас, значит, ну вот, можно написать, что это сумма по j и по К. По j и по К. И, значит, я хочу вот это вот суммирование вместо j написать что-то другое, значит, вот скажем, m – это К минус j, да, тогда j – это К минус m, значит, как раз получается сумма c, К минус m, А, m с чертой АК. Вот, вот, по всем К, а, m, и это больше в равно 0, потому что наша последовательность положительно призвана. Так? Вот, стало быть, вот наш функционал, он положительный. Кроме того, фи от единицы равен единице, потому что, ну что такое фи от А? Фи от А, где-то у меня тут записано, где у меня фи от А записано, вот он, да. Значит, если я беру единицу, единица, последовательность, которая единица стоит на нулевом месте, только остальные нули, да. Получается c0, c0 равно единице, значит, единица. Вот, хорошо, значит, крайняя точка, это крайняя точка множества. То есть, нет, этот функционал лежит в множестве, в этом самом положительном функционале на алгебре ляде маленькая, которые вот на единице обращаются в единицу. Так, ну это множество компактно. В этом случае, в топологии пространства L-бесконечность, вот это самое множество k. k компактно в топологии sigma от L-бесконечность L1, в этом случае, потому что все условия поточечные, значит, все прекрасно. Вот, и, значит, любая его точка, есть барецентр, некоторые меры сосредоточены на замыкании множества крайних точек. Так, вот. Ну, ладно. Значит, а что у него за крайние точки? А крайние точки, это у меня линейные мультиквартирные функционалы, правильно? На А, да? Значит, крайние точки, крайние точки отождествляются с может быть еще окружностью просто-напросто. Это, значит, это функционалы вида f в f от z, значит, где z лежит на окружности. Да? Вот. Это я в представлении Гельфанда, я их так пишу, мы описывали, помните, значит, функционалы, значит, пространства Гельфанда, это алгебра, это точки окружности просто-напросто. Как в представлении Гельфанда будет? Ну, вот если f от z – это сумма айот z, f от, скажем, z, да, z в степени йот, то тем самым, значит, вот, если это будет φ z, фи, фи z от f, равна вот этой штуке, значит, фи z от f, тем самым будет равен сумме айот z в степени йот, то есть вот сама функционал фи z представляется вот такой точкой пространства Л-бесконечность, z в степени йот. Вот. Ну, хорошо, значит, понятно, что в Л-бесконечность такого рода точки, значит, гомеоморф на окружности просто-напросто, значит, в слабой топологии, потому что, ну, куда там. Вот. Если в последовательности z стремится к какой-то точке окружности, то эти вещи в слабой топологии, вот этой вот, которая с Л-1 индустрируется, значит, они тоже там куда-то сходятся. Значит, просто эта окружность, да? Вот. Ну, а тем самым что? Тем самым там, неважно, есть такое представление или нет, но так или иначе, значит, вот по теореме, которую вы доказали до перерыва, существует мера μ. Значит, да, и что же, главное это самое, значит, главное это то, что множество крайних точек замкнуто, тем самым. Раз оно гомеоморфной окружности, значит, оно замкнуто, замыкать его уже не надо, значит. Значит, вот, и по теореме крайной Мирмана, значит, оно порождает наше множество k, вот, значит, любая точка множества k представляется в виде интеграла по этому множеству от некоторой меры, да? Значит, есть мера на крайних точках, то есть мера на окружности. Существует вероятностная мера на t. Мера мю такая, что, ну вот, cj равняется интегралу 1 на 2π, интегралу от минус π. Нет, неважно, значит, если уже, я там в прошлом, простите, значит, на прошлом части я это 1 на 2π множество зря писал, потому что мера, у меня вероятностная была с самого начала, еще не нужно было писать, значит, да? Так сказать, исправить, наверное, еще можно. Вот, значит, cj равняется интегралу по окружности, значит, z в степени j, там. Ну, или, может, с чертой написать все равно, если меру поменять, там, вот, вот и все. Видите, да, одни разговоры получаются, да, значит, вот, так сказать, ничего там уже проверять не надо, одни разговоры. Почему крайние точки функционала такого вида? Крайние точки по этой теории – это линейный мультипликтивный функционал, и так? Мы вычисляли линейный мультипликтивный функционал на этой алгебре, вот на алгебре А от Т, помните? Ну как, если есть линейный мультипликтивный функционал, то, значит, просто, что же, вот, вы берете этот ряд, сходящийся абсолютно, и подставляете, применяете к нему этот самый функционал φ. Вот, и пусть z – это φ от z, это от этой самой функции, тогда получаете значение в точке φ от z, просто-напросто, значит, это легко, как раз, вычислить. Но из спецкурса вы знаете, что двойственная группа z от z, поэтому, чего же там, и наоборот. Так что тут спрашивать нечего. Вот, так, теорему. Теперь по поводу прямой, значит, можно это стереть, да, уже? Что? Теорема, да. Теорема про то, что… Что, что? Сейчас. Но вы не доказали, что… Теорема? Нет, теорема еще не доказали, я спублирую только. Мы ее, значит, пока применяем, доказывать будем потом. Боюсь, что уже не сегодня, потому что времени мало. Давайте пока тоже оставим ее не доказанной до следующего раза, а сейчас теорема Бохнера напрямой. Значит, там ситуация следующая. Вот, значит, я так конспективно это все расскажу. Значит, пускай вот μ – это конечная, неотрицательная мера напрямой. Вот, давайте посмотрим ее преобразование Фурье. Так, 2π. Вот, совершенно так же, как в случае последовательности, проверяется, что это положительно определенная функция. Что это значит в этой ситуации? Значит, для любых точек СЁ комплексных и для любых точек Т1, значит, ну давайте их хоничное число будет. КСЁ1 и так далее, КСЁН из С, и любых точек Т1 и так далее, ТН напрямой. Верно вот, что, значит, сумма по К и Ёд, мёс крышкой от ТК минус ТЁд, значит, КСИК, КСИЙод с чертой больше в равно нуля. Вот, вот это неравенство проверяется точно так же, как мы делали это, вот, в случае коэффициентов Фурье-меры, просто, значит, опять же, все это пишется, и там возникает квадрат по знакам интеграла, квадрат модуля, вот, который положительный, значит, я не буду повторять. Вот, так что, вот, значит, функция ФИ на Р положительно определена. Если, по определению, значит, если вот выполняется такое же неравенство, сумма ФИ от ТК минус ТЁд, КСИК, КСИЙод с чертой больше в равно нуля для любых конечных наборов точек напрямую, или для любых чисел СК комплексов, значит, конечных, все тоже, всю кровь оконечно. Вот. Вот, ну и теорема Бохнера стоит в том, что, значит, это вот в точности описание класса преобразования ФУЕ положительных мер. Возможно, он встречал здесь все вероятности, там где-то было, да? Доказывали? Нет. Вот. Я на списке уже доказывал, он не такой способ, но, опять же, значит, теорема Бохнера. ФИ положительная определенная, тогда и только тогда, когда ФИ есть преобразование ФУЕ меры. Вот, в одну сторону мы как бы проверили, то есть я помахал руками и сказал, что так же, как проверяется для коэффициента ФУЕ. В другую сторону, опять же, это примерно так же, как вот только что я рассказывал. Значит, а именно, вот как, значит, вот в эту сторону давайте наметим доказательства, по крайней мере. Ну, первое, значит, вот, что ФИ от нуля больше либо равно нуля, и модуль ФИ от Х меньше либо равно ФИ от нуля, а также, что ФИ от минус Х равняется ФИ от Х с чертой, это проверяется ровно так же, как вот я делал для последовательности. Ну, потому что мы имеем дело всего лишь с последовательностями здесь, так что, ну, какая разница? Вот, значит, это все так же. Вот. Ну, дальше тут можно двумя способами пойти, значит, которые так. Так, можно сказать так, что вот давайте еще считать, что функция ФИ непрерывна, и докажем теорему Бохнера в этом предположении. Вот. Я так и буду делать, но дело в том, что, значит, непрерывность ее, если она положительно определена, доказать легко. Вот. Ну, как легко? Значит, там делается так, нужно написать основное неравенство, это вот, для случая трех точек. Трех точек. Будет некая патриотичная форма, вот, если на нее внимательно-внимательно смотреть, и подставить туда разное, значит, но дискриминант вычислять, конечно, понятно, там, положительно-прерывная форма, вот, значит, так с ней повертеться, покрутиться, то получится такое вот неравенство. Значит, сейчас я выпишу, что модуль фи от х минус фи от у в квадрате, они превосходят два фи от нуля на вещественную часть фи от нуля минус фи от х минус у. То есть, вот что вот верно, если эта функция непрерывная, нуля, то она всюду непрерывная, причем равномерна. Вот. Ну, давайте, значит, вот на этом не останавливаться, а будем считать сразу, что вот мы только непрерывные функции рассматриваем, и наплевать. Вот. Вот. Теперь, после этого, делаем так. Вот на, значит, наша основная алгебра, это будет L1 от R со сверткой. Значит, ну, скажете вы, единицы нет. Вот я хочу теоремом применять, а у меня единицы нет. Куда же деваться, да? Потому что поняли, что в непрерывности нуля есть непрерывность равномерна везде, да? Да, если непрерывность нуля, то равномерность равномерна везде, значит, ну... А нуля где ее возьмем? А нигде не возьмем, нет. Считаем, что нуля непрерывная, например, да, значит, считаем, что нуля непрерывная, тогда есть равномерная непрерывность везде. Вот. Но, в принципе, вот для существенных-то вещей можно считать, что просто непрерывность дана, значит, изначально, и все. Потому что преобразование фурия меры обязательно непрерывно, там, куда же. Вот. Вот. L1 со сверткой, но вы скажете, что единицы нет, по этой теории мы его не применить. В теории мы алгебра продолжаем с единицей. Ну, добавим единицу. Как единицу добавить? Просто дельтамеру добавим. Дельтамеру добавим. Значит, тогда что будет? Мы вычисляли там линейный мультипортивный функционал, а точка прямой тоже. Значит, было дело. Каждый линейный мультипортивный функционал на этой алгебре представляется таким вот образом. f от x, e в степени, значит, i, x, y, 0, dx. Вот он так представляется, какой-то экспонентой. И это мы вычисляли как раз. Значит, вот мы знаем описание линейных мультипортивных функционалов здесь. Значит, опять же, теория Гельфанда применима, если мы добавим единицу, тогда пространство Гельфанда, значит, вот y пробегает прямую, да, оказывается прямая с одноточечной, ну, комплексированной одноточечным образом, да, значит, все функции отсюда, они обращаются в ноль на бесконечности, значит, но есть еще одна, которая соответствует дельтамеру, которая равна тоже если не есть. Ну, в этой алгебре будем работать. Значит, и теперь, вот, опять же, считаем, что φ от нуля равно единице, вот, тогда рассмотрим такой линейный функционал, скажем, φ большое от f равняется интегралу по r f от x φ от x dx. Вот, значит, берем нашу функцию и рассматриваем линейный функционал, который соответствует этой функции. Вот, теперь какая инволюция в l1? Инволюция такая же, как была там, значит, вот f со звездочкой от x, это f с чертой от минус x. Вот так вот инволюция вводится. Она вводится так, чтобы после преобразования фурии она перешла в комплексное сопряжение. Как и там было, на окружности, да? Вот. Вот так ввели инволюцию. Значит, оказывается, что φ положительный. Вот, оказывается, что вот такая вот штука верна. Ну, значит, если это все, значит, надо будет доказывать такую вещь. Вот интеграл по r, значит, когда я напишу, что такое свертка, там будет, ну, вот так вот. Это фи от x, f со звездочкой, звездочка, f от x, dx больше 0. Вот такую вещь я напишу. Вот. Ну, и если переписать, что такое свертка, то, в общем, это будет, ну, сейчас. Я результат-то знаю, значит, давайте я этот результат напишу. Ну, или так. Если вот переписать, что это такое, то, значит, надо будет доказать, что это больше параллель нуля. Значит, я просто уже сразу написал все в параллель тому, что было для последовательностей. Вот. Ну, а это можно вывести из условия положительной определенности, просто приблизить вот игру риммановой суммой. Вот. Тут все непр... Скажем так, вот считаем сначала, что f гладко-эффенитная, вот, в точечном каком-то отрезке. Пишем, ну, вот римманову сумму, двойную, правда, надо по прямоугольничкам по этому отрезку. Вот, выбираем точки в этих прямоугольничках, значит, ну, и тогда это все сводится, ну, так, чтобы, значит, значения в точках были близки к соответствующим этим самым значениям функций, которые участвуют. Тогда это сводится вот к этому самому неравенству. Более-менее. Значит, вот такое будет. Значит, функционал будет положительный. И если я предположу еще, что φ от нуля равно единице, то он на единицы обращается в единицу. Вот. Значит, мы попадаем снова в этот компакт К, применяем теорему, и видим, что этот функционал, эта функция φ представляется в виде интеграла по множеству кратерий. Крайних точек. Множество крайних точек здесь прямая, значит, но конфликцированная. Там еще вот есть эта самая точка на бесконечности, которая тоже добавляется. Меры там все равно не будет, потому что неважно. Так или иначе оно компактно. В топологии сопряженного пространства, пространство или бесконечность от R. Вот. Поэтому замыкать не надо. Значит, по теореме представления можно представить интегралом от крайних точек. Ну, вот и все. Все теоремы. Бог на ровно. Сейчас один разговор. Мы еще не доказали описание крайних точек в следующий раз.